Я жил в Днепропетровске, был обычным советским школьником, когда пронеслась эта весть о том, что убили знаменитого священника в Москве. Большего я тогда не понимал и не мог осмыслить, но это для меня запомнилось, такое странное известие. Я вообще тогда мало задумывался о священниках, об их миссии, я тогда был еще не церковным человеком, но мне показалось настолько странным и чудовищным, что вообще кто-то может священников убивать. И это ощущение я запомнил. Потом, когда я поступил в Одесскую духовную семинарию, то там шли споры об отце Александре Мене, и я слышал, что некоторые с подозрением относились к нему, но вместе с тем мне почему-то запомнились не эти подозрения, никакие точные сомнения, а запомнился отзыв слова отца Руслана Войцеховского, сейчас он протодиакон в одном из киевских храмов. Он, помню, сказал, что отец Александр Мень – это человек, у которого мы можем найти чистую евангельскую проповедь. Вот эти слова, они почему-то врезали в свою память и отложились в ней. Потом я окончил Московскую духовную академию, и как об этом пишет мой научный руководитель, профессор Николай Константинович Гаврюшин, что я уже не застал тех споров, которые там велись, вокруг имени отца Александра. К тому времени, это уже конец 90-х годов, эти споры утихли, и я не помню, чтобы там кто-то бурно это обсуждал. А когда я стал преподавателем Одесской духовной семинарии, по окончанию академии вернулся в Одессу, то я заметил, что не так часто, но довольно регулярно, кто-то из студентов спрашивает меня на лекциях, как я отношусь к отцу Александру Менью. И я для себя отметил, что хотя годы идут, и, казалось бы, уже давно нет отца Александра, но о нем не забывая, по-прежнему его богословие актуально. Его проповедь, она трогает людей. Но написать о нем книгу я решил гораздо позже, когда я поступил в общецерковную докторатуру имени Кирилла и Мефодия, здесь, в Москве, у Владимира Киллариона Калафеева, то я избрал себе темой православные катехизические опыты второй половины 20-го, начала 21-го века. И решил писать о крупнейших православных катехизаторах этой практически современной нам эпохи. Я написал вначале довольно большую статью об отце Серафима Роуза, потом довольно большое исследование о профессоре Алексеевиче Осипове, и думал о писать следующем. Посоветовался с профессором Гаврешиным, и спросил его, как вы думаете, Николай Константинович, если я напишу об отце Александре Мене? Он сказал, конечно, напишите. Это был очень влиятельный катехизатор, очень крупный, и я думаю, что вы сможете о нем написать хорошо и интересно. И вот я начал писать. Предыдущие две статьи вот эти большие я написал каждую приблизительно за три месяца. Работу об отце Александре я писал три года. Я абсолютно не ожидал, что мне это заняло столько времени, потому что год у меня ушел только на то, чтобы прочитать все его произведения. Я читал каждый день в среднем по три-четыре часа его книги, и вот чтобы прочесть всего 50 книг, я потратил именно около года. Потом год я еще писал сам этот текст, и потом еще, конечно, была редакция текста, были четыре верстки в издательстве, было очень много работы по корректировке окончательного варианта, и вот, наконец, работа была написана. Что я могу сказать об этих годах, проведенных с отцом Александром? Вот на самом деле, сегодня говорилось о присутствии отца Александра в жизни людей. Вот я тоже ощутил его присутствие. Оно было, скорее, конечно, более интеллектуальным, но, тем не менее, вполне ощутимым, потому что я могу сказать, что за эти три года я в каком-то смысле просто повысил уровень собственного образования богословского и религиозно-философского. Хотя я закончил семинары первым учеником и академии первым студентом, но поверьте, что мы не учили многих из тех вещей, которые пишет отец Александр. Я впервые о них узнал, прочитав его книги. Я понял, что на самом деле православие, а мы гораздо шире, а мы гораздо глубже, она гораздо более яркая, насыщена красками, чем то, в котором раньше я привык обращаться. И вот это для меня было откровением. Поэтому я вот именно благодарен отцу Александру за то, что он вообще был в истории Русской Церкви, за то, что он способен раздвинуть горизонты человека, которые к нему относятся без предубеждения. Это было...